про эту домашку ну мне кажется она проще чем как чем первая лично на мой такой субъективный взгляд а я же правильно понимаю что эти домашки собственно вы друг у друга проверяете потом вы друг у друга проверять понятно весело ну ладно если быстро про имбеддинге это то что было в прошлый раз на семинаре это что вы сегодня разбирали ничего тут построили векторное представление оно получилось потом не вмещается изначально понятно по понятным причинам на экран его жале несколькими способами до двумерного можно что-то здесь найти но на самом деле на первый взгляд не особо понятно что тут происходит насколько я помню тут какие-то языковые кластер где-то получались в какой-то момент ну да а ну ну ладно да это по моему здесь по языку и по языку просто не разбились но здесь вопрос действительно как правильно отображать это на двумерную плоскость вариации масса это нужно просто для того чтобы можно было визуализировать то что получилось ну наверняка можно просто вывести случайный набор каких-нибудь векторов которые просто близки друг другу и посмотреть как они на самом деле в имбеддингах уже себя ощущают это даже сказать честно говоря это скорее такая развлекала больше чем что-то очень полезно на самом деле потому что вряд ли вы будете работать с двумерным представлением в какой-либо задача если уж с имбеддингами работать то скорее всего в том виде в которую вы их обучали изначально ну либо откуда взяли и наверное что самое важное это сказать что имбеддинге действительно не только на словах делаются вообще на все в чем попало ну и опять эти фразы про то что это сжатое представление информативное про то что мы хотим как-то уменьшить размерность и какие-то метрические свойства сохранить ну или наоборот чтобы объект их приобрел ну в общем да это был на прошлом семинаре кто захочет можете с этим как-то отдельно поиграться это можно найти в репозитории то что касается домашки что тут надо сделать у вас вроде скоро дедлайн если в двух словах вам нужно свертку сверточную сеть обучить в различных вариациях на самом деле здесь не так сложно это сделать поскольку можно использовать все торчовые слои это в общем-то довольно несложно единственное о чем тут упоминается более-менее важным это процессе обучения потому что картинки у вас тут локально в коллап не залезут и вам просто нужно проходиться пока по какой-то папочной системе и доставать оттуда бачи картинок ну я думаю понятно что это не проблема потому что в общем ну по сути в цикле нужно по ним пройтись сформировать бачи и на бачах уже сделать шаг градиентного спуска здесь это в общем-то и просят сделать настакать слоев а потом просто научиться ходить по картинкам провести обучение зачем что что хороший вопрос на самом деле здесь можно просто условно два режима сетки придумать ну типа грубо говоря параметр вот здесь кень передать в класс типа либо это train либо тест ну не знаю где-то не обязательно пишем отдельную функцию потому что у нас оптимизация и несколько раз вызывать по своему усмотрению тут скорее вопрос на а тут через функции я думал это через класс реализовано я понял в общем на самом деле здесь можно просто это передать как параметров в условной вы не специализацию если это через класса реализовывать и наверное тогда и вообще здесь не обязательно так прописывать а просто типа в зависимости от режима чё сеткой происходит либо обсчет либо train либо тест ну в общем инференс train test но тут на самом деле не упоминается что нужно использовать для оптимизации можете оправдание не где-то не это не прочитал sgd да ну да а ну да ага но на самом деле не обязательно наверное это делать ну смысле sgd так sgd раз попросили то можно им воспользоваться потом просто нужно провести ряд экспериментов типа обучите сетку посмотрите train test добавьте нормы добавьте регуляризации нормализации получите результат получше единственное что меня смущает это вот этот график где точность на тесте 100 а я перепутал соли до точность на тесте это сплошная линия это точность на трейнер ну какие бы выводы я я бы тут попробовал сделать тут на самом деле видно что патч норм добавляет устойчивости более-менее но это спорное утверждение просто 10 какой-то провал скорее всего мы куда-то локально попадаем выскакиваем на этапе обучения подожди какого там размера дата сет а 50 тысяч а 10 тысяч 53 10 тест сейчас ты большинство выбираешь 500 ну понятно ну типа ты так хочешь ускорить просто обучение чем-то ну у меня просто предположение что знаешь когда ты используешь такого размера бачсайз у тебя стахастический градиентный спуск почти то же самое что обычный ну типа размер бача довольно большой становится они у тебя вообще расходятся где-то далеко то есть тонкости тут особо на самом деле ничего нет ну то есть как бы это домашка она намного проще предыдущие тут слоев своих писать не требуется сейчас а тут по умолчанию она на гпу ставится или нет не ну можно конечно с этим поиграться типа распараллелиться прям совсем по честному я думаю что там проблема в том что она не не дает столько считать ну типа у тебя оператива просто все кончается ладно тогда переформулирую вопрос если те кто пытался сделать что-то и у них не получилось это сделать или тут все делится как бы на две категории либо делал либо нет а у вас нету снова экзамена потом воля 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 к обучению просто отлично но нормально связаны в два скрытых слоя это три да давай два просто так ну я думаю тут опечатались ну там в прошлый раз помню что-то подобное было в ноутбуке там по моему кстати вот тут наверное рандом стоит опять никто не фиксировал а а ну в том числе да у тебя по сути все что типа псевдо случайные процессы они на самом деле не случайные как-то завязаны над какого-нибудь начальном числе ну да ну мне кажется влияет как обычно ну типа ладно это просто лайфхак как увеличить качество модели поменяйте рандом стоит ладно ну тут на самом деле никак ну действительно rocket science и никакого нет тут из слоев используются ну по сути какие-то основные вещи типа пулинга дропаут и бачнорма единственное наверное здесь можно было бы добавить чего-нибудь еще ну на уровне того чтобы там побольше слоев или какой-то skip connection но об этом здесь не просят ну ладно тут просто нет задачи видимо сделать какое-то качество в смысле что такое адаптив average пулинг а а а а а а почему почему это слой в смысле ну не знаю почему это не сделали в одну как бы но это скорее для наглядности что типа вот последовательность такая типа чтобы отцепить фич экстрактор какой-то и прицепить другой это кстати максенс скорее всего так и есть сейчас а здесь просит просто свертку а а такую чтобы ну короче я понял то есть грубо говоря если тебе подадут другую картинку ты поменяешь одно число и и все на этом количество я понял а вот нет не то сейчас так но сейчас это типа канала это x и y да а 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 Там, в принципе, свертки без разницы, как идти. Сейчас, а про страйд и паддинг здесь просто дефолтные значения предлагаются, да? Сейчас. Сейчас. Это сказали, в смысле, в чате где-то написали? А, это выше было. Сейчас, секунду. Используйте свертки, например, первый свертки. Да, все, я понял. Ой. Ага. Ну, не знаю, что тут можно поиграться, типа на уровне какой-нибудь другой пуллинг использовать или пэ поменять. Ну, а то, что касается выводов, какие они здесь следуют. Вот, если говорить вот про этот конкретный график. Ну, типа, в идеале дропаут и бачнорм должны бороться с переобучением. И, ну, и в качестве, как бы, всей этой истории дополнительно мы еще неплохо можем вырастить вроде как качество на тесте. Ну, то, что бросается в глаза, так это то, что у нас всегда трейн и тест, но это почти всегда так, на самом деле, отличаются. Мо-му. Так. Итак. И почему-то дропаут плюс бачнорм вроде как, ну ладно, он к тому же самому сходится в конце, но стартует он похуже. Ну, в общем, понятно. Там непонятно, в какой причине дропаут просто ухудшает результаты. Вам кажется, они дохудшаются. Сейчас, секунду. Дропаут ухудшает результаты. То есть типа дропаут хуже, чем красная, да? Красная лучше, чем синяя, а зеленая лучше, чем желтая. Ну смотри, на самом деле я бы сказал, что здесь они, видишь, начинают сходиться с какого-то момента довольно близко здесь. Есть предположение такое, что на трейне эта штука просто догонит в какой-то момент красненькую. Но лично у меня такое ощущение. Возможно, я ошибаюсь. То есть я бы просто попробовал бы побольше получить и посмотреть, что получится. Ну вообще, на самом деле, смотри, у тебя по идее, когда дропаут начинает работать, ты по сути мощность условную своей сетки ограничиваешь на какой-то момент, ну на обучение. У тебя по сути меньше преобразований, которые что-то запоминают, условно запоминают. И есть вероятность того, что тебе нужно просто побольше времени, чтобы паттерны вытащить. Ну ты каждый раз половину нейронов отрубаешь, типа. И поэтому она как бы меньше информации умеет условно обрабатывать. Типа суть же в том, чтобы, когда ты отрубишь вот эту битовую маску и сделаешь P равную единицу, ну, в общем, посчитаешь честный inference, тогда у тебя она как бы такая вся будет работать. Вот эти графики, они инференсы, скажем, не устроятся? Это да. То есть есть гипотезы? Гипотеза в том, короче, что надо дождать дольше, и тогда графики другого будут напоминать. Ну, либо сетка слишком простая, чтобы регуляризация на нее как-то повлияла в той или иной сторону, ну, сместила оценку. То есть, грубо говоря, картинки могут быть… ну, точнее, да, данные могут быть настолько… настолько несложными, что это архитектура, это типа оверкил для этих данных, поэтому тебе, не знаю, сетка… хотя нет, так по-другому было бы, да. Ну, я говорю, попробую просто подольше пообучать, оно, вероятно, сойдется. Единственный вопрос у меня здесь к точности. Что тут под этим подразумевается, я что-то не особо понимаю. Это точность, в смысле точность? Ну, да, здесь эко-же все. Ну, кстати, почему она так уж, если по-честному? Ну, в смысле, это не очень хорошая метрика классификации, так, на всякий случай. Ну, как бы, да, но при этом… Не знаю, но она просто не очень универсальная. То есть, если бы была… а что… Ну, типа, допустим, тут забалансирован датасет, ну, как бы, окей. Можно было бы построить тут рок-аук какой-нибудь, ну, в средней смысле, либо… Короче, у меня просто, да, вопрос к точности. Типа, не уверен, что это оптимальная штуковина. Ну, кстати, да, не, ноутбуки – это кто-то у вас, в смысле, у нас там где-то, не знаю. Типа, эти домашки, они обычно на курсе другие, если говорить про курс лекций. Не, они не сложнее, не проще, они просто по-другому составлены. Ну, не знаю, я бы не стал на это особо ориентироваться. Это, в принципе, норма в качестве учебных целей, ну, лучше какой-нибудь рок-аук, микро-макроусреднение посмотреть или то и то. Либо точность-полноту, либо F1-скор, чего-нибудь там. Ну, в общем, просто на первой же лекции по классификации всегда рассказывают, что точность – это не самая классная метрика. Типа, и говорят, посчитайте точность. Ладно. Если тут вопросов нет, то окей. А по имбеддингам я так понял, что вам сегодня рассказали более-менее последовательно, что происходит. Еще раз объяснили, как решается задача классификации для Word2Veco. Ну, кстати, такой вопрос, скорее провокационный. По сути, нам вообще ничего не мешает построить имбеддинг для любого объекта. В принципе, если говорить про рекурлентные сетки, туда не обязательно могут подаваться какие-нибудь истории, типа, как слова последовательные, туда можно и по парам. Ну, это скорее уже там в будущих сериях, что-то вроде этого. Окей, но если вопросов нет, то можем скоро закончить тогда. Я просто не вижу смысла еще раз чего-нибудь, того, что мы обсуждали на прошлой паре, обсуждать. В смысле, смотри, у тебя для каждой пары объекта, ну, в смысле, слово и контекст. По сути, вот эти все техники сэмплирования – это на самом деле просто формирование датасета. Ну, представь, у тебя есть такая вот большая папочка с кучей слов «пар», и ты просто выбираешь, с какой вероятностью каждую пару выбрать. Если ты не сэмплируешь никак, ты выбираешь все равномерно. Смотри, ты одну вероятность уменьшаешь специально, а вторую увеличиваешь. Да, ну что такое неиспользование? Смотри. Негативный пример – это что в таком контексте он не используется. Да, это в смысле мы дополнительно добавляем пример. Что-то, короче, Ну, смотри, если… Вот смотри, ты берешь, короче, набор пар, и каждой паре приписываешь вероятность какую-то. Она сначала равномерная там. Да равномерная – это в смысле единицы поделить на размер, количество пар. Как это влияет? Дальше ты вероятность можешь увеличить или уменьшить. Ты, ну, соответственно, ты просто по формулке пересчитываешь вероятность, а потом сэмплируешь. Негатив – это в смысле ты понижаешь вероятность, грубо говоря, такой пары. То есть ты ту же пару все равно используешь. Это не какая-то мифическая новая. Это в смысле та же самая пара слова и контекста. Ты просто понижаешь ей вероятность дополнительно. Вероятность того, что нет ни разного слова, вероятность, или что-то конкретного слова… Нет, вероятность того, что ты их возьмешь вот в свой вот нормальный датасет, на котором ты будешь обучаться. Сейчас, ну давай просто откроем тогда это слайд, сейчас быстренько. Сейчас, сейчас, секунду. Я сейчас поймем, что ты имеешь в виду. Так, давай сюда, 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 сюда. Допустим, сюда. Так, потом, не то, не то, не то. Ага, ага. Допустим, это. Так, я думаю, что оно, ладно. Так, это не то, это не то. Это, понятно, это просто как оно строится. Ага. Вот это? Нет. Вот это не раз, что оно… Ну вот, негатив семблинг. Первое, второе… Это негативный, в смысле, типа, почему тут три… Почему такая формула? Нет. Окей, но я могу предположить, что ты можешь, как бы… Ну, это то же самое. То есть смотри, вот у тебя есть датасет, просто ты выкидываешь какие-то пары, это слово контекста, наоборот, выкидываешь. Ты не можешь их с отрицательным весом посчитать? Хотя нет, может, ты можешь, конечно, но… Ну, здесь, по крайней мере, во всех типах вот этой прибавки сэмплирования просто добавляется вероятность, в которой ты берешь конкретную пару. Типа какой-то позитив и негатив сэмплинг или что? Пример, как говорят, текст из вас случаясь, я думаю, что это что-то… Не, смотрите, вот еще раз. Все, что мы делаем, это влияем на вероятность выбора той или иной пары на самом деле. Причем даже на вероятность… Ну, как определяется вероятность выбора пара вот в этот условный новый датасет? Это просто вот конкретное слово, которое первое в паре, вот слово или… Ну, что на входе. А потом просто мы приписываем ей вектор вероятности, ну, просто вероятности. И в зависимости от них сэмплировываем место равномерного. Тут как бы ничего не мешает какую-нибудь другую формулу записать и просто распределение нарисовать. Ну, если оно… Сейчас где? Вот второй класс. More frequent words, а selected to be negative samples more often. Вероятность выбора слов – это просто веса поделенные… Ну, понятно. А, нота. Короче, ты хочешь… Тут, наверное, по-другому это работает. Сейчас. Типа, вот эта формула, она, типа, так выглядит, что посчастливилось, что она какие-то специфические пары, которые не встречаются или встречаются редко, еще реже делает, условно так. То есть это не так, что мы такие… Откуда здесь три четвертых? Это, типа, мы, скорее всего, от фонаря поставили, попробовали, получилось. Ну, то есть вряд ли там есть какая-то теорема, грубо говоря. Ну, то же самое касается вот этого. Это просто народ поэкспериментировал и просто какого-то вида кривые хотели иметь. Три четвертых, ну, условно, там, какую-то выпуклость хотели, чтобы она сохранялась там в какой-то виде, и все. Ну, либо нужно лезть в оригинальную статью, на самом деле, и смотреть, как, почему там было три четвертых выбрано. Ну, на самом деле, все, что нужно понять про имбеддинге, что мы просто получаем скрытое представление, исходя из внутренней структуры сетки. Можно, например, имбеддинг построить каким-нибудь другим способом. Типа взять ванход вектор, добавить случайный шум какой-нибудь вот сюда, приплюсовать к нему, и потом попросить его вернуть обратно то слово, которое было на входе. Ну, это уже автоэнкодер, типа. Ну, случайный шум специального вида, там, с каким-нибудь матрожиданием и дисперсией. Об этом просто попозже должны будут рассказать приблизительно. Это, кстати, видимо, тоже какое-то влияние на выбор вектор вероятностей. Ну, это, видимо, мы что-то где-то ходим по каким-то документам, контексту дополнительному, типа есть условно пересекающиеся чего-нибудь, типа топ-тепо тегов. И мы что-нибудь с этим еще отдельно делаем. Но я не уверен, что это такое. Возможно, это случайно здесь вставлено. Нет, не случайно. Кубень, ворд. Ну, да, кстати, на прошлом семинаре я, по-моему, не озвучивал, как тут близость определяется. Тут, в общем-то, об этом сказано, что здесь меряется просто угол. Ну, или кочинусная мера. Можно как-то, в общем, на самом деле близость имбедингов друг к другу определять тоже плюс-минус как угодно. Там есть разные подходы. Можно просто, я не знаю, взять, по координатам чуть вычесть, возвести в квадрат и усреднить. Можно как-то по-другому это. Ну, опять же, через поворот. Окей, ну, если по домашке все понятно, по имбедингам все понятно, то что, давайте домой тогда. Что у нас в следующий раз? Следующий раз, по идее, новая тема просто, и там новые ноутбуки будут практически. Просто в прошлый раз получилось, что мы с Радославом, короче, мы с Радославом друг друга недопоняли и случайно рассказал то, что надо было бы сегодня похоже.